Странная история произошла в селе Алгабас Туркестанской области. Жители жалуются на отсутствие дороги. Но оказывается, что деньги подрядчику на строительство проезжей части уже давно выделили. Так в чем же дело, узнавал Бахром Абдулаев. В солнечные дни пыль столбом, а в непогоду непролазная грязь. Именно в таких невыносимых условиях вынуждены жить жители села Алгабас Тулебийского района. По словам сельчан, их дети не могут пройти в учебные заведения по сельским дорогам. А скорая просто наотрез отказывается приезжать и оказывать помощь из-за отсутствия, опять-таки же, этих дорог. Алгабас, наверное, можно назвать одним из самых холодных и заснеженных населенных пунктов Туркестанской области. Село расположено у подножья гор. И жители уверяют, что высота сугробов здесь достигает метра. Это самый короткий путь в школу в селе Бегенде. В окружную входит около пяти километров. А как нашим детям ходить зимой в школу? В прошлом году дорогу засыпали гравием. Весной все размыло, и ее снова засыпали. Хотя по смете у нас должен был быть асфальт. Депутат Тулебийского маслехата Ермимбай Майлабаев выяснил, что, согласно проектно-сметной документации, асфальтирование полукилометровой дороги обойдется бюджетом в 9 миллионов тенге. Большую часть денег застройщику уже выделили. Здесь должны были положить асфальт в два слоя. То есть крупнозернистый в 4 сантиметра и мелкозернистый на сумму 5 миллионов 200 тысяч тенге. Еще должна была быть обочина по обе стороны дороги. Но вы видите, что здесь не выполнили работу на эту сумму. В отделе ЖК Хатулебийского района рассказали, что подрядчик должен был все закончить еще в июле. За срыв сроков сдачи компания уже заплатила штраф 300 тысяч тенге. Сейчас дело в суде. Представители компании подрядчика утверждают, что не могут дождаться своей очереди на поставку с асфальтного завода. Сначала из-за карантина не смогли нанять рабочих. А теперь единственный асфальтовый завод в области отправляет все сырье в Туркестан. Так что в лучшем случае асфальт в Алгабасе постелят до конца года. Если южная погода позволит. И если вновь не введут строгий карантин. Бахром Абдулаев, Жан Сири Боромбаев, Информбюро, Туркестанская область. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.